здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о молодежных делах молодежной политики молодежной культуре обо всем том чем занимаются молодежь сейчас городском округе люберцы тем более начинается осенний сезон после того как летняя такая своеобразная но не хочет сказать спячка потому что молодежь всегда активно но тем не менее это было другое время осенью начинается такая активная жизнь и учеба и отдых и многое многое другое и сегодня у нас в гостях начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа люберцы надежда михайловна русакова здравствуйте надежда ну по крайней мере мы с вами уже не первый раз знакомы и первый главный вопрос это 400-летие потому что напомню что несмотря на то что как бы официальные торжественные события проходили вот первые дни сентября все равно 400 лет продолжается весь этот год я так понимаю что вы активно принимали участие в вас я имею ввиду всю нашу молодежь которая активная что называется как прошло 400 летие и какое участие в этом ваше управление принимала и сама собственно говоря активная молодежь вы правильно сказали что действительно события такого масштаба не может праздноваться один день действительно мы как управление как собственно главный орган по работе с молодежью закладывали целый год и все мероприятия этого года у нас проходили проходят под эгидой событий юбилея 400 люберец это приятно это очень мотивирует ребят потому что они осознают что здесь и сейчас они живут в такое потрясающее время в таком потрясающем моменте и видят и творят это все своими руками видят со своими глазами действительно масштабно действительно интересно и я думаю что площадка люберцы территория молодежи как мы назвали в рамках празднования 2 сентября дня города не только состоялась но и стала хорошим подарками для города города и для наших ребятишек которых собственно было не менее 1000 на площадке которые приходили уходили заряжались эмоциями получали потрясающие эксклюзивные подарки которые разработали мы с нашими коллегами это и эксклюзивный мерч который теперь просто расходится по рукам и ребята хотят готовы участвовать еще и уникальные игры мы продумали сами уникальные настольные игры которые у нас просто заразили весь город и теперь мы думаем дальше даже тиражировать эту историю а вот что касается самого наполнения и образовательного и развлекательного этой площадке действительно получились интересные беседы и дискуссии во-первых сама панельная дискуссия первая которую мы презентовали это такая острая интересная живая тема спорта киберспорт мы соединили эти два вроде бы не соединяемых понятий на одной площадке пригласили потрясающих экспертов федерального уровня чемпионов россии ведущих спортивных матчей и состязаний и конечно же у нас сидели в зрителях ребята и которые активно занимаются и спортом и киберспортом этой молодежной организации наши студенты вуза физической культуры и других вузов которые также не непосредственно касаются этих тематик ребята получили удовольствие живой диалог получился и даже эксперты зарядились таким драйвом говорят приглашайте еще с удовольствием приедем ну и конечно же мы не могли не обойти встречу с нашими дорогими друзьями мы теперь все-таки называем друзьями это рос молодежь и эксперты многих грантовых конкурсов на них на втором открытом диалоге на таком живом общении мы поговорили о грантовой поддержке о реализации инициатив молодежи через такое софинансирование как гранты и тоже получилось очень живо очень здорово а если рассматривать всю площадку которую мы сделали действительно поняли еще раз со своей командой что нереализуемых идей не бывает и что просто нужно немножко времени немножко фантазии все получится и все получится но вы так нам сейчас нарисовали практически сразу полный отчет теперь давайте пойдем то так по частям но понятно мы вернемся еще и грантовой политики то что для молодежи это очень важный такой элемент и для организации которых довольно много мы сегодня движение первых тоже вспомним и знаем что у нас есть такая люберецкая медиагруппа как то есть много всяких организаций от скажем такого патриотические все-таки политическое наверное звучание до вот какого-то прикладного до хорошего смысла слова бытового от киберспорт тот же да какие то то чем молодежь интересуется естественно нужно не помогать или по крайней мере понять нам взрослым да и первый вопрос понятно что сегодня в эти дни все живут выборами потому что выборы вот у нас проходят в течение нескольких дней 10 число уже будет финализирована эта ситуация в 20 часов закроются избирательные участки во-первых такой вопрос вот вы ощущаете что молодежь вообще интересуется этой темы потому что мы же знаем что выборы всегда как правило это люди зрелые которых приучили еще советское время на выборы нужно прийти я не говорю о онлайн голосование или голосование на участке но молодежь готова идти на выборы и 2 так сказать вопрос насколько вы насколько я знаю есть такая какая-то волонтерская тема связана с выборами давайте эти два вопроса сейчас обсудим начну с первого вопроса насколько так будем говорить аполитично молодежь до любилецкая данном случае я смотрю в все-таки в федеральном и региональном разрезах потому что как преподаватель вы меня поймете надо анализировать всю картину мира причина насходил со следствием до последнее время если честно так будем положа руку на сердце говорит что действительно может быть некоторые гражданские инициативы избирательные инициативы они немножечко а как сказать в линии поколения иксов и игреков которые у нас сейчас составляют большую часть молодежи она немножечко отходит на второй план да потому что возможно общество более информационное более быстро и потому что какие-то моменты они для них выгодят архаичными и до новые взгляды на мир на мир устройства на глобальные какие-то вопросы здесь не могу сказать опять же что у нас избирательная система как таковая она не соответствует этому соответствует и вот в этом году например в виде введение дистанционного электронного голосования который у нас будет проходить на территории подмосковья в эти же дни когда и будет у нас традиционное очное голосование на уиках это очень большое подспорье например среди молодежи люберецкой молодежи подмосковной молодежи очень много ребят кто действительно воспользовался этой возможностью проголосовать дистанционно и кто с любой точки мира воспользовавшись приложением госуслуги выйдет в этот день и выберет губернатора подмосковья ну да это такое подспорье в какой-то степени и обсуждали многие ну собственно говоря онлайн голосование у нас запущено давно еще москва была одним из города из городов которых репетировали эту систему я вот через эту систему уже проходил свое время и я имею ввиду что конечно же онлайн голосование как сам способ когда в общем то все то же самое для молодежи что все чтобы у тебя было под рукой на кнопочку нажал пошел голосовать другое дело что наверное тут важно еще все таки разъяснить что такое выборная система зачем она нужна что ведь сама система голосования как раньше подразумевала еще в советское время опять же люди приходили ну кто как на праздник кто как по делам и так далее что долго там выбирали смотрели а потом уже принимали решение а сегодня она и голосование это как минутное дело то есть не станет ли это таким ну просто проголосовал неважно за кого вот чтобы не было формализма именно с точки зрения молодежного подхода здесь я думаю что в разрезе погружения в этот процесс да мы видим многие изменения мы все равно видим агитационные истории которые у нас происходят на территории подмосковью я думаю что все в них тоже как косвенно либо прямо принимают участие если взять молодежь мы на себе видим изменения мы видим изменения в лучшую сторону в разных средах будь то те самые дороги по которым мы едем либо это самое учреждение которые для нас строится и мы косвенно знаем подразумеваем кто стоит за всеми этими процессами поэтому здесь например голосование она не будет для меня например как для молодого человека как для гражданина своего государства и территории городского круголюберца жителя подмосковья она не будет каким-то очень формально формальным потому что я видела процесс я общалась с людьми я вижу как было и знаю как надо и хочу как стало бы какие планы какие планы конечно не это все для меня весьма очевидно вот по поводу перемен изменений каких-то сумасшедших глобальных я мое окружение молодежь мы видим позитивные изменения во первых при этом нет каких-то там настроек таких неадекватных поэтому мы действительно движемся вперед и поэтому хочется этой стабильности хочется этого улучшения хочется чтобы это все продолжалось поэтому здесь до возникает вопрос это какие-то волонтеры есть это в какой подход разъяснения как голосовать или за кого голосовать их вы понимаете разделяем кухни с нашими избирательными комиссиями с наблюдателей с миссией конечно же волонтеров от партии от представителей мы занимаемся чисто сопроводительные навигационные деятельности конечно да в работе управления есть правовая основа это правовая грамотность и в свою очередь в разные периоды времени мы проводим и как сказать встречи правовой грамотности какие-то игры мастер-классы встречи с например у нас встречи с губернатором я участвовала в ней в начале августа месяца с андреем юрьевичем это весьма открытый диалог который также помогает нам понять вектор развития подмосковья вот и если брать например встречи с главой городского округа люберцы вот у вас была же встречи с главой расскажите да знаете здесь хотелось бы как сказать так буднично но действительно после нее вышли все спасли вкус послевкусием благодарности потому что это большая хорошая редкая возможность когда можно на равных открыто поговорить о всех интересующих вопросах и я знаю например многие регионы где у ребят нет такой возможности первому лицу донести все свои чаяния требования конечно и большая вообще благодарность потому что это все слышится потому что ответы на все вопросы ребята нашли и все вопросы можно было задавать конечно конечно это действительно такая такая вот рука первичная что мы можем подойти мы можем сказать и мы знаем что это будет реализовано поэтому поддержка здесь для ребят она конечно же важно тем более для молодежи вот для тех кто у нас должен поверить должен верить свое государство должен верить в людей которые с ним работать в первую очередь административную структуру это большое подспорье поэтому но тут еще такой вопрос молодежь она же разная бывает это прекрасно понимаем и по-разному на разных этапах люди приходят к чему-то да но иногда кажется что есть еще какой элемент конъюнктуры да что вот я вижу как а вот чиновничий аппарат депутаты еще кто то я вот буду идти туда потому что ну как бы это же но деньги это возможности и так далее это одна история другая история когда действительно люди приходят из ребята которые приходят из каких-то побуждений вот у них активность что называют прет из них и они не знают куда приложить это и как раз мы как бы направляем их в нужное русло вы же наверное разделяете эти два направления эти я по своей природе к сожалению или к счастью я меритократ то я очень люблю смотреть на людей по заслугам и если я вижу что человек себя очень проявляет я буду счастлива если он будет работать с нами в одной команде в свою очередь моя команда создаст для него все условия и поэтому могу сказать что на этой встрече было много молодежи но это были все действительно те ребята которые заслужили то место в на этих пуфиках в этом парке в этой молодежной иерархии они действительно каждый индивидуален уникален деятелен и развиваются по разным направлениям будь то предпринимательство киберспорт молодежные творческие какие-то инициативы в молодежные субкультуры они все там были представлены и нам было важно представить ту многогранную палитру до молодежи которые у нас в люберцах есть этим мои собственные цены ну то есть если и присутствует конъюнктура то она как скажет так здоровая здоровая понятно хорошо сделаем сейчас небольшую паузу напомню что у нас в гостях в гостях надежда русакова начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа люберцы дальше поговорим о грантах и поговорим чуть подробнее о киберспорте общая тех направлениях чем сейчас живет активная молодежь дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа люберцы надежда русакова в перерыве мне сказала мало мы про волонтеров поговорили давайте их искупаем в овациях вообще конечно волонтерское движение или как сейчас уже на русский манер переводе добровольческая да она коснулась наверное прежде всего начиналось она еще до пандемии в пандемии она проявила себя ну скажем так с точки зрения какого-то организационного процесса где действительно сочеталась необходимость важность и желание да потому что ну опять же мы откладываем в сторону конъюнктурную тема берем так хороший процесс вот ваши сегодняшние волонтеры чем они занимаются про выборы поговорили а так понимает и не только выборы ну вот здесь опять же если мы так пролонгируем вопрос да когда волонтеры добровольцы орлята кому ребята комсомольцы это всегда был тимуровское движение это всегда у нас комсомольцы тоже если у нас есть у нас есть комсомольцы кстати говоря отличные ребята да это же такое звено тоже должно быть среди нас и почему бы и нет главное чтобы ребята в доброе хорошее русло с добрыми намерениями работали поэтому я поддерживаю всех если мы возьмем все вот эти вот исторические вихи да и на сегодняшний день всегда толчком служила какая-то мобилизация до пандемии вы сказали это такая скажем такая история вынужденная вынужденная мера да не особо приятные в удовольствие но тем не менее мобилизационные которая стала толчком у нас юбилей юбилей это приятное доброе классное мероприятие мера который тоже стала мобилизация ему очень рада что старт например вот такое мощное волонтерское движение получила именно в этот год с гордостью могу сказать что порядка ста волонтеров число которых важны вошли у нас даже жены мобилизованных и активные долголетия в том числе стали сопроводителями главными навигаторами юбилея во всех точках города были наши замечательные ребята разноцветных волонтерских футболках которые просто делали праздник может быть еще ярче такую изюминку привносили и получили от этого огромное удовольствие конечно же в планах юбилейного года у нас очень много мероприятий и сегодня наши волонтеры например в малаховке вчера эти ребята у нас вместе с медицинским колледжем пока показывали мастер-классы по первой медицинской помощи по первой помощи реанимационной то есть ребята задействованы каждый день их становится каждый все больше и больше и здесь самое главное что им интересно это это не рутина этот процесс процесс идет что называется ну давайте тогда поговорим еще движение у нас разная коль вы коснулись так интересно есть уже ну скажем так опять же советскую систему водитесь комсомольская есть пионерское движение вот движение первых было озвучено еще на уровне президента да то есть попытка я так понимаю возвращение какой-то а-ля пионерской организации вот она у нас тоже существует вообще какие организации сейчас представлены молодежном движении я помню еще опять же в позднесоветской и в ранней вот уже новороссийской вот с точки зрения новой российской федерации после распада советского союза было еще порядку неформальное молодежное объединение вот что вы знаете об этих самых разных объединениях неформал и мне кажется они были всегда просто их по-разному называли вот когда-то это было более люверцы а где более люверцы да здесь а я всегда говорю мне не важно как вы называетесь важно с чем вас кушать потом вот потому что любого можно правильными в грамотных руках можно его правильные у русла отправить и у меня такой кредо по жизни что молодой человек это как пластилин можно любить из него прекрасный цветок а можно тратиловую шашку и здесь главное как мы к нему подходим и как мы с ним работаем поэтому максимально качественно вот перевести вот это все русло с на сегодняшний на нашу люберецкую почву это для нас очень важно что же такое движение первых наверное это одно из таких комплексных мероприятий действительно на мой взгляд идеологически правильно направленных чтобы в купольную систему объединить различные движения направления уже и детей и молодежь конечно да мы прекрасно понимаем что контент который мы можем семилетки предоставить 30-летнего будет немножко неинтересен но в направлении их их 12 в рамках движения первых я думаю что каждый по своему возрасту найдет свою стезю найдет свои интересные проекты и мероприятий в которых примет участие в целом я не смогу сейчас перечислить все но в эту купольную систему у нас вошли и юнармии российский союз молодежи и стройотряды и различные другие направления движения роспатриот-центр все работают в этой системе и это действительно объединяет и позволяет сделать вот такую вот ступенчатую лесенку от маленького первоклашки от ребят которые только становятся еще в социализируется в этом мире до того профессионала того человека который уже создает сам свое будущее уже создает инфраструктуру и укрепляет экономику нашего государства это классно что это все видели системе ну и в связи с этим мы понимаем что когда есть задор желания надо его поддерживать то есть есть какая-то база которую представить в том числе и вы как управление то есть следите за этим но очень хорошо когда есть поддержка на уровне государства или например к коммерческая поддержка какая-то но я подхожу к грантам да есть такое волшебное слово это когда получаешь грант этот грант тебе позволяет ну развить что-либо то что ты смог представить и это заинтересовало и на это выделены деньги как работает сейчас грантовая система на молодежном уровне она работает потрясающе то есть в разрезе времени такого как сейчас объема финансирования разноплановости грантовой поддержки я думаю не было никогда и здесь наша задача только протянуть руку и забрать это себе и в этом плане я как хожу как ходячая реклама честно я рассказываю всем что такое грант и что действительно это вот те самые возможности которые мы можем сколько угодно ходить лелеет свою мечту в уголочке дома а можем просто сесть прописать ее на бумаге и получить на нее не только финансовую поддержку но и закрутить комьюнити заинтересованных людей вокруг нее сегодня гранты это и частные фонды это и много государственных программ этой фонд президентский грантов фонд культурных инициатив он существует уже третий год это новое поле но весьма продуктивные и там действительно много возможностей для развития грантовая поддержка от 100 тысяч рублей до бесконечности до бесконечности если это делать в пролонгированной форме не разово а может быть как-то ежегодно да она вполне возможна и вполне реально и об этом мы рассказываем достаточно часто ребятам на наших мероприятиях и здесь я хотела бы действительно похвалиться в мае месяце мы организовали лабораторию грантов образовательный такой форум однодневный куда пришли у нас не только эксперты росмолодежи занимающиеся собственно конкурсом росмолодежь гранты туда у нас пришли уже амбассадоры те кто не первый год не первый раз получают гранты показали что вот я здесь на моем я реальный да я уже не первый год беру гранты и ребята действительно на них делаем потрясающие вот такие мероприятия то есть на пальцах рассказали о всем о возможностях самих ребят стоящих зале и уже на сегодняшний день у нас в четыре раза вырос конкурс на собственно количество заявок на подаваемые гранты в от муниципалитета от нашего в разрезе региона это очень хороший показатель сейчас до 24 сентября идет конкурс росмолодежь гранты второй сезон там действительно большие объемы финансирования до миллиона рублей можно получить на свою идею и также я знаю что многие подключились к этой системе это и вузы это честно скажу некоторые мои коллеги потому что это интересно раскрутили им эту информацию поддержали так это нужно и частные фонды и нкао у нас подключаются к этой теме и я верю что буквально вот в следующем году наше финансирование мероприятий вырастет в разы благодаря вот такой вот грантовой поддержки ну мы касались сегодня темы киберспорта да как разновидности популярны сегодня у молодежи потому что сначала это все было как-то так компьютерное какое-то нереально виртуально сегодня это конечно же такая уже развитая система определенного состояния и как мы понимаем молодежь она же плавно превращается сначала там средний возраст потом они становятся они вместе с этим киберспортом будут идти дальше она место молодежи будут приходить новые ребята но помимо киберспорта если масса других интересных проектов я веду к самому тоже такому распространенному способу проведения своего жизненного цикла молодежного это развлечение это досуг это какие-то концерты конкурсы фестивали вот как у нас с этим делом обстоят дела я сначала отвечу про синтезируя тему грантов киберспорта спорта давайте синтезируем прям здесь буквально вот сейчас приехала со встречи с нашими замечательными коллегами из академии физической культуры мы с ними как раз разговаривали на тему грантов разрезе киберспорта и спорта как такового потрясающие проекты есть ребят тема фиджитал в россии развивается фиджитал это синтез киберспорта и спорта когда ты можешь не только за компьютером но также потом быть на поле поиграть футбол и посмотреть результат свой там результат свой в онлайна история то есть как бы есть виртуальный вариант да да есть вариант жизненный то есть настоящий да и эти ребята сейчас тема фиджитал захватывает все больше и больше ребят в различных городах россии в петербурге в казани происходят уже такие турниры большие глобальные фестивали и мы хотим вот опять же в разрезе грантов провести у себя такой фестиваль но это такой способ когда спорт сначала уходит в интернет что удобно до игровой мир и так далее потом достигает какого-то предела хочется опять выйти наружу то есть такой интерес постоянный процесс хорошо а еще что есть если брать просто киберспорт здесь конечно почему он захватывает он захватывает молодежь потому что это то что очень доступно это у каждого дома есть компьютер то что совпадают сегодняшний опять же если взять экстравертов и интровертов интроверты они чаще всего раскрываться в таких историях поэтому здесь сделать его максимально доступным для ребят и максимально уровневым тоже наша большая задача сейчас мы с поддержка от федерации киберспорта россии есть для создания региональной базы у нас муниципалитете что касается в целом творчества понимаем что не все сидят нас дети в компьютере конечно а то подумай что у нас один только киберспорт и петь и танцевать и опять же завязку небольшую с грантами сейчас мы будем возрождать квн квн в люберцах потому что знаем что есть потрясающее большое количество ребят которые готовы слиться в команде аквен это еще такая классная лакмусовская лакмусовая бумажка которая позволяет не только вот предположим вышел ты на сцену со своим стендапом но и позволяет проявиться абсолютно в разных направлениях здесь мы выявляем лидеры здесь мы выявляем творческих ребят которые у нас сценаристы здесь мы выявляем звук режиссеров здесь мы выявляем танцоров певцов кого угодно и собственно приглашаем и внедряем да да и опять мы их интегрируем во всю систему молодежной политики потому поэтому квн это такая своя своеобразная интересная кухня для кузнеца дальнейших кадров разных на творчески ну что время у нас подходит к завершению мы не можем долго держать в себя начальника управления по работе с молодежью администрации городского круга люберцы надежду русакова потому что надежды михайло надо бежать дальше так понимаю выбивать очередной грант продвигать очередные идеи но пользуясь случаем все-таки четырехсотлетие продолжается у вас есть возможность обратиться ко всем молодым людям которые живут городском околюберцы не только какие активной части с которой вы постоянно сотрудничаете но и с теми ребятами которые просто здесь живут вот у нас есть крайне левая камера прям можете на видео порадовать наших молодых людей прошу я наверное от себя лично от управления по работе с молодежью хочу вам пожелать в первую очередь верить себя потому что это тот самый внутренний механизм мотиватор который позволяет вам дальше уже создавать созидатель и делать этот мир прекрасным также хочу вам сказать что мы всегда на контактах мы всегда на связи мы всегда готовы к вашим инициативам мы всегда готовы принять вас в команду будь то волонтерская деятельность квн киберспорт все что угодно любые ваши инициативы конечно же найдут у нас почву для реализации и дерзайте созидайте совершайте совершенствуйте ставьте себе цели всегда достигать успеха и пусть этот мир будет для вас безграничным спасибо огромное надежда русакова начальник управления по работе с молодежью администрации городского круга люберцы с праздником хорошей осени и богатой планами зимы до встречи в эфире потому что я уверен что мы еще увидимся была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания